Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сы, таракуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Что, Рокутагин, решил податься в подкастеры? Я бы сказал, Капитан Очевидность в глубокую аналитику. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и новая рубрика. Точнее, на самом деле старая, но последний раз я записывал в году так в пятнадцатом, наверное. Называется она «Глубокая аналитика». Рубрика, где мы будем обсуждать игровую индустрию и технологии в целом. Это не новостные какие-то выпуски, это именно, знаете, так в общем. Глубоко и надёжно о самых важных, масштабных системообразующих вопросах. И сегодня, друзья, мы попытаемся разобрать такое утверждение, что, мол, старые игры были лучше, нежели игры современные, там, последних пяти, может быть, десяти или даже более лет. Сравнивать будем, конечно же, прежде всего с играми девяностых годов, нулевых. То есть те самые игры, о которых многие вспоминают с теплотой и говорили, вот да, раньше-то делать умели. Нам надо постараться ответить на вопросы, действительно ли игры раньше были лучше. Все ли игры, если да, или может быть не все, а некоторые, то почему? И будут ли ещё когда-нибудь делать такие игры? Если будут, то как мы к этому придём? И на что сегодня вообще способна современная игровая индустрия? И почему, если это действительно так, существуют те или иные проблемы, по которым, из-за которых, мы не можем делать игры такими же увлекательными и качественными, как раньше? Поговорим мы, друзья, о компьютерных играх вообще, не конкретно, например, там, о Warface, какой-нибудь Call of Duty, но и об одиночных играх, о разных жанрах. И, кто в этой индустрии, скажем так, давно, да и годков, наверное, немало и во многое успел поиграть, я думаю, успеет во время этого выпуска поностальгировать и, возможно, со мной поспорить, либо согласиться. Тем же, кто помоложе, возможно, будет интересно узнать, что же было такого в старых играх или, наоборот, не было и почему их так хвалят. Знаешь, братан, очень часто слышу, что раньше игры были лучше, но вот честно, до сих пор не могу понять, чем же они были лучше. Вот, Капитан Очевидность, многие рассуждают именно так, но не то, чтобы рассуждают, они честно говорят, ну, чем старые игры были лучше. Понимаете, тут проблема в том, что, на самом деле, у многих людей нет большого игрового опыта. Например, Капитан Очевидность. Всю жизнь играл в две игры. Начал с танков, перешел в Warface, теперь снова больше ушел в танки и, собственно говоря, это весь его игровой опыт. Он не проходит одиночные игры, особо их не понимает, он не играет другие какие-то проекты, пробует, но ему, например, не заходит и, преимущественно, он сосредоточен на двух играх. Для него это и есть вся индустрия компьютерных игр. Другой он что-то пробует и, возможно, за новостями глобально не следит и то, что он пробует, ему-то и не заходит. Но давайте разберемся, почему старые игры многие хвалят. Действительно, есть достаточно немалое количество, скажем так, сообщества людей, которые говорят, вот, раньше игры делали. И там топчик. И эти люди продолжают играть в старые игры, в том числе, в которые раньше не играли, они заходят, там где-то скачивают, находят старые игры и пробуют их. И многие им очень нравятся. И давайте посмотрим, какие же плюсы у этих игр действительно были. Первое, это, знаете, наверное, можно сказать, проработанность каждого элемента, а также порой его уникальность и креативность. Многие старые игры делали, что называется, скурпулезно и прямо вручную. Именно так. Взять, например, такие игры, как первый, второй и Baldur's Gate, не путать с третьим. Те вышли вообще, извините меня, очень давно. В конце 90-х, в 98-м у нас вышел первый Baldur's Gate, а второй то ли в 99-м, то ли в 2000-м. Игры типа Icewind Dale, Planscape, Torment. Это я все RPG-шки называю. Ну и некоторые другие игры, какие-нибудь, скажем, Doom тот же, Wolfenstein, ну и так далее. В общем-то, игр было очень много. Особенно, конечно, наверное, в первую очередь это касается, друзья, RPG-шек. Might and Magic 6, 7, 8 были очень интересны. В большинстве этих игр не использовалась генерация. То есть, все, что мы видим, чаще всего делалось вручную. Где-то да, где-то нет, но в основном проработка была нереальная, ну просто нереальная. В том же Baldur's Gate или Icewind Dale все это рисовалось. И рисовалось художниками, да. Эти игры, многие деревья, траву, домики, все рисовали, делали профессиональные художники. И поэтому, вы знаете, вы смотрите на то, что мы можем видеть сегодня в играх, и, блин, это круто. Там тоже профессионалы, но нету такой проработанности. Для создания всей этой красоты уделялось очень много времени, чего многие современные разработчики не могут себе позволить. И они рисуют многие модельки, здания и так далее, наполнения по каким-то определенным шаблонам. Неплохо, хорошо, не спорю, есть очень достойные проекты. Но все-таки сроки поджимают, и, к сожалению, искусство становится ремеслом. Сказанное мною, конечно же, в первую очередь, мое впечатление, как человека, мое мнение. Возможно, кто-то не согласится, да и есть, конечно, современные проекты, где уровень проработки не хуже, а то и выше. Далее я хотел бы поговорить про разнообразие и эксперименты. Действительно, вы знаете, 90-е, нулевые отметились тем, что люди не боялись абсолютно, вот абсолютно не боялись экспериментировать. Они делали то, что хотели. И если бы ты разработчику сказал, а что это такое вообще, ты как-то странно, что ты вообще придумал? Он бы тебе ответил, Миша, мне пофиг, я так чувствую. И это без шуток, экспериментировали очень сильно самими жанрами, то есть были очень интересные какие-то гибриды с механиками, с предметами, с персонажами, с историями, с внешней оболочкой, чего только там не придумывали. Некоторые делали квесты, жанр, который, к сожалению, не прошел проверку временем. Они существуют до сих пор, но все-таки ААА геймдев от такого в основном отказался. А между прочим, очень здорово было. Я не говорю там про Петьку Василия Ивановича, это всем известно. А серия игр Ларри, у нас она поменьше известна, но тоже популярна, это старые квесты. А игра Гэг, оу май, там много интересного, ребятки, можно увидеть. Что делали в то время создатели шутеров? Было такое неписанное правило, но которое, кстати, когда-то, по-моему, Джон Ромеро озвучил. Он сказал, что, вы знаете, сюжет в компьютерной игре, это как сюжет в фильмах для взрослых. Он как бы есть, но суть не в нем. И вот команда молодых энтузиастов во главе с Гейбом Ньюэлом решили, что, а у нас все будет иначе. Не-не-не-не, у нас сюжет будет во главе. У нас будет обалденная научная фантастика, и это будет выполнено не в форме какого-нибудь РПГ или текстовой игры, а именно в виде шутера. Наверное, многие бы тогда сказали, да типа, зачем это надо? Есть обалденная, вон, пример, фантастическая игра, Квейк. Все в ней прекрасно, зачем вы что-то придумываете? Фантастика, есть какой-то сюжет, да, написан там небольшими сообщениями, не более того. Но самое главное, это шутер, кому тут сюжет нужен? Тут все приходят понагибать, вы че там, блин, зашел строго на части ракетами разнес? Вот ради этого люди здесь. Но, тем не менее, Гейб и его команда оказались правы. Людям очень хотелось, как выяснилось, увидеть научную фантастику с интересным, обалденным сюжетом, и при этом, чтобы это одновременно был шутер. Это сейчас вам многим и мне может показаться, ну это же очевидно, это сейчас очевидно, а тогда это очевидно не было. Так же, как и, например, создание квестов. Сейчас вот, игры-квесты, да, вот, многие ли из вас играли или играют в квесты? Вот серьезно, они есть, квесты есть. Это вот этот пиксель-хантинг, исследование каждой точечки где-нибудь, там, где же что-то, какой-то предмет надо найти. Как это все, чтобы правила между собой взаимодействовала. Да сейчас многие игроки не хотят даже в РПГшке этим заниматься, говорят, что задания дебильные. Вот, они и правда многие дебильные, я не спорю. Но, тем не менее, но тогда разработчики этого не понимали, этого психологического момента и считали, что, блин, квест это круто, квест это классно, квест это то, что хотят люди. Но практика показала, что нет, люди этого не хотят. Люди как раз хотят классный сюжет и экшен. Вот. Это, наверное, вообще сейчас формула успеха для большинства современных игр. Но если вы думаете, что Half-Life в свое время был самым безумным экспериментом, нет, друзья. Вы знаете, наверное, самым безумным экспериментом и относительно, в общем-то, удачным была такая игра, как Planescape Torment. На первый взгляд, типичная РПГшка типа Baldur's Gate, то есть РПГшки тех времен, такая нормальная, бегаешь, что-то делаешь, выполняешь. Но ее глубина и проработанность по многим вопросам просто поражали. А количество текста такое, что если вы думаете в каком-нибудь Скайриме, Обливионе или Морроуинде, в книгах много текста, это когда же все успеешь прочитать. Ребята, вы не играли в Planescape Torment. Там диалоги могут по 10-15 минут длиться, без шуток. Там прокачка чуть ли не бесконечная. Там мир, вообще, там реально сделано так, что позавидуют настолки, позавидуют книги. Это реальная игра, в которую впихнули огромный книжный том какой-то. Сделали очень сложную для ПК, не сразу понятную ролевую систему. И, вы знаете, это безумно игрокам зашло. Тут, конечно, стоит вопрос, а почему же это не было продолжено? Почему такие игры не делают до сих пор? Тут все очень просто, потому что впихнуть целую книгу в компьютерную игру, это, конечно, круто. Но, как говорится, надо делать то, что people have it. А people have it, ведьмака, например, третьего. Это ведь тоже классно. Это тоже, можно сказать, почти книга, фильм, сериал. Это круто, это долго, это интересно. Но здесь куда проще ролевая система. Здесь тебе не надо читать тонны текста, погружаясь в игру Слоуна в книгу. Нет, здесь ты просто даешь краткие ответы, высказываешь свое мнение, и, соответственно, собеседник с тобой разговаривает. Ты высваиваешь информацию преимущественно за счет звука. Так проще, так больше у многих покружения, так меньше надо напрягаться, напрягать мозг, представлять прочитанное, озвучивать про себя, расставлять нужные, скажем так, акценты и так далее. То есть, тут все ясно, тут все понятно. Максимальное упрощение. Ну, со мной стороны, это правильно. Все гениальное, как говорится, просто. Однако ведь есть игроки, которым нравится погружаться в игру как в книгу. Есть игроки, которым нравятся хорошо проработанные, отлично построенные, с литературной точки зрения тексты. И, конечно же, вы прекрасно, наверное, понимаете, что для этих игроков, может быть, третий ведьмак это Гуд. Но это не Planescape, Тормин. А они прекрасно понимают, что нового Planescape Торминта, именно в том виде, в котором он был, возможно, они увидят не скоро, или, возможно, никогда. Также надо сказать, что у разработчиков прошлого, знаете, не было опыта, не было многих познаний, и именно благодаря этому они совершали гениальные прорывы порой. И некоторые их решения, порой, казалось бы, ошибочные, а иногда опасные для них, например, с юридической точки зрения, сыграли во многом роль в том, чтобы игра стала легендарной. Это, знаете, есть такой эксперимент с блохами. Вот. Как я слышал, это действительно работает. Берут блох. Блохи прыгают очень сильно. Их закрывают вот в такой маленькой баночке. И, естественно, выше крышки они прыгнуть не могут. И они некоторое время живут в таком режиме, то есть в таких условиях. А когда их выпускают, они уже никогда не прыгают выше высоты банки. Понимаете? То есть, когда ты что-то знаешь, когда ты понимаешь, когда ты чего-то боишься, у тебя есть какая-то схема, алгоритм действий в голове. С одной стороны, вроде бы это хорошо, и это может привести тебя к успеху, но с другой стороны, когда ты знаешь о каком-то законе, ты не хочешь его нарушить, ты боишься его нарушить. Понимаете? Вот. А когда ты не знаешь, что это невозможно, ты это делаешь, и порой это оказывается гениальным решением. Именно так и случилось с разработчиками из компании EAT Software. Тех самых, которые создали гениальный Doom, гениальный Quake. В общем, ребята действительно потрясли в свое время всю игровую индустрию. А некоторые считают, что они дали один из самых главных толчков, чтобы эта индустрия стала развиваться семимильными шагами. Речь идет о риске, прежде всего, юридическом. Возможно, ребята не очень разбирались в авторском праве, а возможно, они просто решили поставить все на кон и плюнули. Многие музыкальные композиции в первом Doom не являются авторскими EAT Software. Нет. Это популярные музыкальные композиции, или как сейчас модно говорить, треки известных рок-групп. Именно так. Например, какой-нибудь Megadeth. Ребята взяли эту музыку, перевели ее в низкую битность и загрузили в игру. Ну, наверное, в наше время каждый должен сразу подумать, что на них подали в суд. Что то, что они сделали, они нарушили просто колоссальное количество авторских прав. Их обанкротит. Еще что-нибудь. Но понимаете, тогда это было гениальным решением, и тогда это прекрасно сработало. Хотите, верьте. Хотите, нет. Ни одна из музыкальных групп не подала против них искового заявления. Никаких заявлений в суд. Более того, многие из этих музыкантов с удовольствием рубились в Doom. Doom говорили, что игра гениальна. И то, что они гордятся, что их музыка в этой игре. Вот теперь скажите мне, какая сегодняшняя игровая компания на такое пойдет? Да ни одна. Вообще ни одна. Я не знаю насчет музыкальных групп, но это случилось именно так. Разработчики совершили совершенно безумное действие. Абсолютно отмороженное. Даже по тем временам. Тогда-то уж авторские права на музыку вполне существовали. Они, понимаете, поставили все и выиграли. Абсолютно. Они бы лишились, наверное, всего, что у них было. И студии, и своих денег. Может быть, они просто не сообразили. Кто его знает. Но, тем не менее, они сделали именно так. И от этого они только выиграли. Про повесточку в современных играх и старых я вообще молчу. Ее раньше попросту не было. Да, тот же Doom, например, одно время запрещали в Германии, потому что игра была слишком жестокой, например. Также запретили там Wolfenstein 3D, потому что в игре были свастики. Вроде как для немецкой версии их заменили на какие-то другие фигуры. В игре сделали немецкую версию и так далее и тому подобное. В общем, раньше делали игры действительно в соответствии с фразой «Мне пофиг, я так чувствую, я вот так увидел, сука, я сумасшедший художник». И да, конечно, это выстреливало не всегда. Но именно благодаря такому абсолютно, не знаю, безумному подходу и иногда абсолютно необдуманным, неграмотным, казалось бы, идиотским действиям получались шедевры. Как бы это абсурдно не звучало. Также стоит отметить, что раньше игры для ПК, а ПК-бояре меня поймут, кто тогда играл, они делались для ПК. То есть были игры консольные, а были игры для персональных компьютеров. То есть то, что многие из нас и используют. Консольный рынок на постсоветском пространстве до сих пор не очень развит. Это больше про Америку и Европу, ну в особенности про Северную Америку. Но тогда разницы не было. В том плане, что развито, не развито. Кстати, по-моему, на ПК тогда даже играло больше людей. Игры всегда делались отдельно. Если какая-то игра выпускается на ПК, какая-то игра, которая, например, есть на PlayStation, тот же первый Resident, то на ПК эта игра выйдет действительно существенно переработанной. То есть там не будет, по-простому говоря, никакого консольного управления. Это бич многих современных игр, если ты игрок ПК. Играешь в какой-нибудь Plague Tale Innocence или Requiem. Игра прекрасная, сюжет прекрасный. Вот сюжет это вообще, это великолепная игра. Это великолепная атмосфера. Это действительно там, где есть проработка многих моментов. Но консольное управление, это ужасно. Это вот прямо балл точно снимает. Потому что игрок ПК хочет стрелять сам. Без дополнительных наведений и так далее. Некоторые механики глючат. И что-то не срабатывает. И ты понимаешь, что умом, если ты хотя бы когда-то пользовался геймпадом, что на геймпаде это было бы удобнее. И что те костыли, которые здесь есть, они придуманы, собственно говоря, для того, чтобы упростить игру на геймпаде. Но если ты играешь с клавиатурой, мышкой, это полная, полнейшая, друзья, жопа. Это тот случай, когда хочется сказать, так делать нельзя. Для ПК должно... Оно очевидно. Ты видишь, что тут вот для ПК, для мышки, для клавиатуры можно было бы сделать так. Это удобно. Для тебя, как игрока ПК, это очевидно. Что? Герой должен тут так действовать. Это должно такой кнопкой активироваться. Механика должна быть намного проще, удобнее. Можно намного лучше управлять героем. Совершать совершенно другие действия. И так далее. Кто имел опыт на геймпаде, я когда-то имел. Да и, собственно говоря, я, как и многие, я начинал когда-то с консолей. У меня было еще в свое время Atari, потом Dendy, потом Sega 16-bit, потом первый PlayStation и потом только ПК. И вот такой игрок прекрасно понимает, о чем я говорю. Мы берем консольную игру успешную, портируем. И как бы, наверное, сложно многие механики переделывать и так далее и тому подобное. Инвентарь, например, какой-то. Поэтому мы просто плюнем, сделаем более-менее и ничего. Они уже привыкли. Они смирятся. Речь идет не только про механики управления, а, например, есть такая игра, всем известная, Skyrim. Тот, кто пользовался инвентарем Skyrim, наверняка сразу поймет. Вот он просто сразу этот поймет, игрок, что игра разрабатывалась с прицелом для консолей. Я уж не помню, ее сразу на консоли или позже выпустили. Но сразу видно, что все делалось так, чтобы игра была очень хороша для консолей. Потому что для игрока ПК очевидно, что инвентарь должен быть нормальным. Что кнопки, которые там используются, это не шибко удобно на самом деле. Может быть, если вы играете постоянно, вы привыкли. Но поиграйте тот же Oblivion. Хороший, настоящий RPG-инвентарь. Удобное переключение навыков. И так далее, и тому подобное. Это действительно удобно. Это действительно круто. Я безумно люблю Skyrim. Я обожаю эту игру. Я ее проходил не один раз со всеми дополнениями официальными. Но я могу сразу сказать, что действительно в старых RPG, многие моменты управления, инвентарь. Вообще, все, что находится за пределами именно игрового экрана. То есть инвентарь, справка, еще что-нибудь, карта. Раньше было лучше. Но это действительно раньше было удобнее. Раньше все было сделано так, чтобы ты нажал кнопку на клавиатуре и мышкой что-нибудь выбрал, перетащил и так далее. И это было действительно охрененно. Это было красиво, там, как книга открывалась. Это было завораживающе. Да что далеко ходить? Kingdom Come Deliverance. Игра, которая не побоялась сделать то, что делали в старых RPG. И людям это безумно понравилось. В игре куча недостатков. Но я не слышал, чтобы игру ругали за ее, например, инвентарь. Это супер. Это то, что многие хотели. Это то, почему многие соскучились. Ну, допустим. А как же графика? Частое замечание, Капитан Очевидность. Друзья, многие говорят, что графика в старых играх такая, что они не могут в них играть. Возможно, отчасти это правда. Но, вы понимаете, вы относитесь к старым играм, как к новым. Например, те же RPG-шки. Третий Ведьмак красив. Спору нет. Но скажите мне, друзья, Baldur's Gate 2 красив? Вы не поверите, он очень красив. Как я уже говорил, там все рисовали профессиональные художники. И если вы можете оценить картину, понимаете, именно картину, а не 3D-модели, то вы оцените такую игру. А красив ли первый Doom? Кстати, на него можно поставить какие-нибудь моды, или там какой-нибудь готовый вариант, типа Remake of Doom. И все-таки это уже будет выглядеть посимпатичнее, да и реальное 3D появится. И тут кроется некоторый шарм старых игр. Они действительно по графике существенно уступают современным. Но, вы знаете, эта графика, местами даже где-то непонятная, что там вдалеке и так далее, она создает особый шарм. Она заставляет твое воображение работать, дорисовывать, визуализировать, представлять это, украшать дополнительно. Это опять же как чтение книги. Есть много фильмов, которые были сняты по книгам. Есть много игр, которые так или иначе связаны с литературой. И если ты знаком с оригиналом, то есть с книжной версией, то очень часто тебя книга или фильм разочаровывает. Далеко не всегда бывает, как ни странно, наоборот. Для меня, например, фильм «Бойцовский клуб» куда интереснее книги, хотя я ее тоже читал. Ну вот как-то не зашло. Не нравится мне стиль изложения в книге Паланика. В фильме он схожий, но как-то все-таки пободрее. Бывает такое, бывает, друзья. Но чаще всего в книге все было круче. Вот чаще всего именно так. Было лучше, было круче. А знаете почему? Потому что работало твое воображение. И своим воображением ты мог нарисовать масштабы, красоту или важность происходящих каких-то событий намного лучше, шире. Так что ни один бюджет подобного не позволит сделать. И какая-нибудь могучая битва практически между мирами, столкновение великих каких-то полков, армий. И у тебя воображение было куда грандиознее, нежели это ты увидел в кино. Да, здесь неплохо. Но здесь просто бежит одна большая группа людей на другую. И вроде какой-то дракон летает. Но ты представлял это себе иначе. Потому что по книге там летают сотни драконов. А бьются там сотни тысяч людей. И это все невероятно. Это то, что даже воображение порой до конца не может нарисовать. А уж кино ты это вообще часто хрен так снимешь. Опять же, банально не хватит бюджета. И именно в этом старые игры по-своему были хороши. Если у вас богатое воображение, играя в старые игры, друзья, вы в той или иной степени всегда додумываете. Дорисовываете. И поэтому в старых играх вы видите как будто какие-то образы. Понимаете? А все остальное дорисовано вами. Вы придаете какое-то значение дополнительное тому, что вы видите. Вы видите какой-то посох. Он состоит из каких-то, может, пикселей. Он не идеально прорисован в те времена. И ты как-то представляешь, это придает ему какую-то загадочность. Ты придаешь ему особое значение. В современной игре ты видишь такой же посох. Он детально прорисован. Каждый пиксель. И ты такой смотришь, ну, как-то, ну, обычно, понимаешь? То есть, как ни странно, чем игры становятся реалистичнее, тем порой они, наверное, менее интересны. Парадокс? Но это так. Вы знаете, я вам даже больше скажу. Многие говорят, нужен потореализм. Вы можете выйти на улицу, прогуляться, даже на природе. И это будет здорово. Это будет круто. Но надо признать, что когда я играл, используя некоторые моды на Oblivion, у меня было такое странное впечатление. Я доходил там до реки, смотрел на ее гладь, на необыкновенно падающий свет. Это специальные моды были, в том числе графические, на траву и так далее. Слушал одновременно музыку этой прекрасной игры. И в душе возникало немного грустное чувство. Я понимал, что если на земле есть настолько красивые места, которые дают такие невероятные ощущения, то их точно немного. И, возможно, вживую я такое место не увижу никогда. Хотя я бывал и в лесотундре, и в тайге, где только не был. Но, блин, с этими модами и в этой игре это было настолько прекрасно. Это было нереально красиво. Вот в том-то и дело, понимаете. Чем ближе к фотореализму, тем более оно становится обыденным. Оно становится реальным. Там, где твое воображение уже дальше не может работать. Или там, где твоему воображению работать и не надо. Или даже если оно будет, не будет работать. Это то, что ты видишь каждый день. Понимаешь? Это обычно. Это не сверх красиво, как в некоторых старых играх. Как-то прям приукрашено сильно. Это, наоборот, не как-то вроде бы всрато с пикселями. Но, опять же, ты начинаешь как-то додумывать, как оно бы выглядело. И это тоже проблема. Вы скажете, что это вода. Но задумайтесь, друзья, задумайтесь. Кто из вас особенно любит читать? А потом посмотрите фильм по своей любимой книге. Или посмотрите фильм по своей любимой игре какой-нибудь. Тоже очень распространенный случай. Ведьмак отличный показатель. Ну, нет у них возможности показать настоящего Ведьмака. Не тот бюджет, не тот хронометраж, не то, не то, не то, не то, не то. Вот этого того не хватает, этого хватает, возможности не хватает, еще чего-нибудь. И извините, но сериал никак с третьим Ведьмаком с игрой сравниться не может. Как и с книгой. Но он рядом не валялся. Если туда впихнуть денег, наверное, как на Аватара, лучше еще в пару раз больше. Вот тогда да, тогда бы, может быть, и получилось. Только где их взять, эти деньги? Поэтому с графикой очень, очень двоякая ситуация. Если вы привыкли к хорошей графике, это все равно, что, понимаете, вы никогда не читали. Первое время, если вы вообще любите читать, вы себя вспомните, многие. Я, например, читать начал только в 14 лет. До этого я не любил книги, мне не нравилось. То есть, нашел своего автора и стал прямо вот запойным чтецом. Я вообще мог просто сутками читать книги. У меня был такой период, я прямо очень сильно подсел на литературу. Прежде всего тогда фантастическую. Но мне было 14 лет, что вы хотите. Да и до сих пор, на самом деле, фантастику почитать иногда хочется. Времени жалко нет. То же самое, друзья, и с играми. То есть, новые игры, да, это круто, да, это красиво. Но если вы поймете с МАК, вы, наконец, найдете свои игры, вот этот свой какой-то, может быть, тип графики, вы поймете, что, оказывается, старая графика, блин, вот эта сратая сука, а ведь на самом деле в ней вот что-то есть, блин, какая-то особая атмосфера, какая-то особая загадка, понимаете? И когда вы это ощутите, вы поймете, почему многие не гонятся за графикой. А некоторые считают, что раньше даже графика в играх была, если не лучше, то интереснее. Выходит, и ты, брат, склоняешься к мнению, что раньше игры были лучше. Нет, капитан, очевидность. Вот если напрямую говорить, неужели старые игры были лучше? Нет. Я вам скажу так. Для определенного количества людей, определенное лишь количество игр было лучше. Более того, пройдет сейчас лет 10-15, допустим. Ну, неизвестно, что будет лет через 10-15, современными технологиями, нейросетями и так далее. Но я уверен, что многие будут вспоминать там Третий Ведьмак и говорить, вот, раньше были игры. Или какой-нибудь Days Gone, или какой-нибудь Hell Divers. И говорить, раньше игры были лучше. Однако, это не значит, что к тому моменту игровая индустрия прям сильно скатится. Может, она и во многих аспектах и лучше даже станет. И станет прямо очень сочной. Дело в том, друзья, и не потому, что вы были моложе, трава была зеленее. Дело совершенно не в этом. А дело в том, что люди запоминают реально хорошие игры. Вне зависимости, в каком году эта игра была сделана. То есть, люди, которые говорят, что во времена Ultima Underworld игры были топ, они вспоминают Ultima Underworld. А 99% игр, которые тогда выходили, они не вспомнят. Потому что это был кал. Без шуток. Вы что, правда думаете, раньше кала не делали? Да нет, его делали больше, чем сейчас. Откровенного кала. Его было просто тонно. Я вспоминаю некоторые игры начала нулевых. Что-то вроде Medal of Honor. Ну, представь себе. Ты бежишь, например, в игре. Вот она настолько кал сделана. И таких было чуть ли не большинство, на самом деле. Ты бежишь. Высадка в Нормандии. Вот у тебя перед тобой твой ствол, две руки. Ты стреляешь, побегает противник. И ты нажимаешь. Уже тогда некоторые придумали. Быстрый удар ножом. У тебя две руки. И тут вылазит третья рука и ножом бьет. И уходит. Это не шутка. Это вот такие проекты были каловые. Вообще убитые, сука, в хлам. Там даже, я не знаю, это что, слепой делал, что ли. Но это была норма. Такое, друзья, было. И это было ужасно. Да, конечно, каловые игры делают и сейчас. Делают. Регулярно, сука. Везде, во всем мире. У нас тут вот недавно уже. Ладно, не будем. Мало ли. Но суть сказанного в том, что на самом деле все игры раньше не были хорошими. Нет, такого не было. И сейчас большинство игр кал. Это правда. Но сейчас тоже появляются игры, которые хвалят. Их будут хвалить через 10, через 15, через 20 лет. И они будут говорить. Эти люди, которым действительно эти игры понравились. Вот. Раньше были игры. И это будет правда. Поэтому сказать, что раньше игры в целом были лучше, неправда. Они не были лучшие. Но были уникальные шедевры, подобно которым, по некоторым аспектам, сейчас нет. Однако, я думаю, в будущем они появятся. Тоже очень смелые эксперименты. Необычные вещи. Это, я думаю, тоже нас все ждет. Удивительно. В итоге мы приходим к умозаключению, что все-таки старые игры не были лучше. И не были, Капитан Очевидности, и были. То есть, все-таки утверждение, что раньше игры были лучше. Тут есть определенная толика правды. И дело не в старых играх, а в новых. Старые игры были лишены некоторых проблем. То есть, у некоторых, конечно, подобные проблемы были, эти факторы. Но они не были такими острыми, как сейчас. И пришло время сказать. Что же делает действительно многие современные, потенциально гениальные, крутые игры второстепенными или обычными, проходными? Тут есть два фактора. И они очень тесно взаимосвязаны. Первый фактор. Это то, что современные игры имеют очень большие бюджеты. Казалось бы, это же плюс. Но лишь отчасти. Задайте себе вопрос. А как эти бюджеты формируются? И вы очень многое поймете. Да очень просто. Это инвестиции. То есть, какие-то люди смотрят. Есть вот такая студия. Есть вот такой проект. Им сами владельцы этой студии предлагают часто проинвестировать проект. Но, естественно, они вкладывают туда деньги. Большие деньги. Современные игры. Это порой десятки миллионов долларов. И не один, и не два. И даже не три десятка миллионов долларов. Эти колоссальные средства вкладываются в игру какую-то. Ну, естественно, там есть юридические моменты. Есть какие-то условия. И с того момента, как все это подписано, и разработчик получил деньги, он обязан эти условия соблюдать. А в этих условиях прописано, может быть, все что угодно. Ну, документы, как правило, из разряда не разглашаются. Это коммерческая тайна, как я полагаю, чаще всего. Я уверен, что как минимум два элемента там прописаны. Первое. Это вездесущая, задолбавшая всех в современном мире повесточка. Не только у нас, но и там, к сожалению, да. Ничего не имею против чужого мнения. Но когда тебе его навязывают самого разного рода. Когда тебе навязывают... Какие у персонажей взгляды. Как они должны выглядеть, например, да. Насколько они должны быть красивы. Это как-то, ну, не очень. Серьезно. Именно поэтому сейчас многие бомбят. И некоторые компании, некоторые журналисты западные. Потому что их игроки пошли играть в азиатские игры. Понимаете? Об азиатских играх. Ха-ха-ха. Ах, блин, там такие булки. Вы понимаете, да? А западные разработчики, я думаю, в том числе по причинам инвестиций. И боясь, что их могут отменить. Они себе не могут позволить сделать то же самое. И они как бы сидят и с завистью просто смотрят. Ну, а каким-нибудь японцам, или китайцам, или южнокорейцам просто насрать. Они делают то, что делали всегда. Это только один момент. А второй момент. Это сроки. Сроки. Понимаете? Если тебе дали деньги, с тебя потребуют определенный срок. Там могут быть написаны, описаны какие-то условия. Туда, сюда. Но если ты не хочешь довести дело до суда, то слишком сильно затягивать процесс разработки ты не можешь. А проблема в том, что процесс разработки компьютерной игры, это не производство какого-то агрегата на заводе. Понимаете? Процесс разработки, и там бывают проблемы и задержки. Но в компьютерной индустрии, с чем ее можно сравнить? Да скорее с запуском ракеты. Без шуток. Порой запуски ракет могут отменяться 2, 3, 4, 5, наверное, 10 раз. Потому что что-то не так. Нет, что-то не доделали. Есть риск и так далее. То есть ракета должна была взлететь сегодня, а она взлетит через несколько месяцев. И с компьютерными играми абсолютно то же самое. Тут не бывает никаких сроков. Даже если ты возьмешь, скажем, ребят, мы будем разрабатывать эту игру 2 года. А чем быстрее, тем лучше. Сейчас игры стараются быстрее, богаче и лучше разработать, чтобы быстрее все деньги оправдать. И еще и самим заработать, чтобы все было хорошо и все были в плюсе. Так и быть, инвесторы сказали. Эх, конечно, вот там, между прочим, игры за год делают каждый год новое Call of Duty. А у вас тут 2 года, еще неизвестно, там-то таких доходов. Ну ладно, ладно. Мы согласны. Ладно, вот мы дадим вам деньги. Но потом выясняется, что ты начинаешь делать. Эта идея говно. Та не прошла. Здесь внутренние тесты подтвердили, что надо много переделывать. А потом вообще у вас появилось новое видение игры. Блин, а оно гениальное. И надо именно эту концепцию реализовать. Но время подходит к концу. Давайте на примерах. Двух примеров, как минимум. Одного сетевого шутера, нашего любимого, Warface. А второго, не сетевого шутера, но тоже обалденной игры. Объясню, о чем я говорю конкретно. Warface. Прекрасная игра. Вне всяких сомнений. Это отличная игра. Ну, для тех, кто играет, конечно, так-то нет. Я вам скажу, что в 2014 году, в 2014, когда я сюда пришел, что называется, глубоко и надежно, она мне безумно понравилась. Но дело в том, что это был второй приход меня в эту игру. Впервые в Warface я пришел в 2013. Когда только-только стартовала ОБТ, меня позвал один из моих знакомых. Я пришел, я зарегался, я стал играть. Он мне сказал, мы с ним играли несколько лет вместе в Call of Duty серию. Особенно мы любили Modern Warfare 2. Старая Modern Warfare, которая, по-моему, 2009 года. И вот Валера мне говорит, что Друган вышла наша, так сказать, отечественная на постсоветском пространстве игра. Warface называется. Тот же Call of Duty. Ну, блин, интересно. И каждый месяц, сука, что-то обновляют. Ты представляешь? Каждый месяц обновы. Там-то DLC раз в год выйдет, что-то купил, а потом другая часть. А там уже и карты не те, и как-то геймплеи ухудшили. Ну, не то, в общем, да. А тут всё старое, только новое добавляют. Игра как бы обновляется. Ну, всё классное сохраняется. И игра обалденная. Ну, зашёл я человек, который любит Call of Duty Warface. Блин, классно, мне понравилось. Реально интересно, классно, задорно. Реально очень похож на Call of Duty. Шутан. Обалденный шутан. Но потом-то я понял, что Валера-то играл в основном PvE с корешами после работы. Я тоже тогда играл после работы, но я играл, как всегда, преимущественно PvP. И я обнаружил, что в этой игре, сука, нет быстрого поиска. Чтобы вы понимали, быстрый поиск был нормой в 2007, наверное, уже. В Warface в 2013 быстрого поиска просто не существовало. Были только стандартные комнаты на PvP. И всё. Ты заходишь в комнату, а поскольку игрок я был, скажем так, мягко говоря, по тем временам опытный. Большинство игроков, которые заходили, они вообще либо не имели никакого опыта в шутерах. Либо были так, ну ничего, серединки наполовинку. По-настоящему сильных соперников были единицы. То есть ты можешь зайти там в 5 комнат подряд, и ни в одной из них не будет человека, который даже рядом сможет с тобой соперничать, если у тебя был игровой опыт в шутерах. Ты зашёл, пацанов масло-чизировал, и после этого тебя, глава комнаты, просто кикает у кого корона. Ты создаёшь свою комнату, люди заходят, человек просто зашёл, он сразу на тебя нажал, стату посмотрел, до свидания, ушёл, всё. То есть, если ты хороший игрок, у тебя стата там за трёшку, за четвёрку, за пятёрку улетает, тогда это была норма, как бы, ну любой опытный игрок мог просто фармить большую часть населения Варфейса, прям, ну на изи, они вот, извините, пацаны, реально играли как боты полнейшие, сука, боты на ПВЕ были сложнее. Соответственно, ну люди быстро просекли, что надо смотреть на стату. Он зашёл, ага, читер, ну любой, кто тебя нагибает, это читер, ага, читер вышел. Всё, то есть, если ты действительно сильный игрок, собрать комнату было просто нереально, ты никогда в жизни комнату на мясорубке не соберёшь. Человек зашёл, человек тут же вышел, всё. Ты заходишь в комнату, люди тоже скоро очень просекли, ты зашёл в комнату, глава комнаты на тебя нажал, стату увидел, тикнул, всё. Всё, то есть, фактически, нормально поиграть на мясорубке ты не можешь. Я поиграл где-то месяц-полтора, тогда не было достижения волков, я, соответственно, взял кубок с вензелями, по-моему, 100 побед одержать на первом месте оказаться, тогда он за мясорубки считался, сейчас не знаю даже. И всё, я поиграл где-то месяца-полтора, понял, что мне в этой игре абсолютно нечего ловить, то есть, либо мне играть в ПВП, в ПВЕ, либо идти в жопу полностью, то есть, я тут не поиграю, я буду тут полу дня комнату искать, меня везде кикают, ко мне в комнату никто не заходит. И я свалил из игры, и вернулся только уже летом, под конец лета 2014 года. И что я увидел? Я увидел, что, оказывается, кстати, ещё в 13-м году нельзя было через трупы ходить, на депо бежишь, чувака убил, он упал, всё, ты в него упёрся, он как стена. То есть, через труп пройти нельзя. В 2014 году я захожу, ну, нифига себе, есть быстрый поезд, всё прекрасно работает, баги убрали, через трупы свободно бегаешь. Почему так получилось? Почему в 13-м году мы увидели игру хуже игр по многим параметрам года так 2007-го? А в 2014 году мы увидели действительно хороший шутанг, который действительно мне заменил серию Call of Duty. Прекрасно, я больше скажу, Warface для меня лучше, чем любая серия Call of Duty. Мне больше нравится. Да всё очень просто, потому что игру надо было выпустить к определённому сроку. Потому что сроки эти подшимали, я даже не сомневаюсь. А PvP, как говорят разработчики, они вообще разработали за несколько месяцев до релиза. То есть, были уже даты, сроки релиза. У них есть PvE, они ориентируются в первую очередь на него. Там плюс-минус всё работает. Кооперативный шутан, PvE, какой-то сюжет там вот. Пойдёт. Хорошо. И тут в конце они решили прикрутить PvP. Поскольку сроки поджимают, они прикручивают PvP. У них есть классные решения, интересные карты. В принципе, классный геймплей, механики. Но ни быстрый поиск реализовать, сделать. Ни поправить какие-то баги, которые, возможно, они просто даже не заметили. Не успели что-то сделать, недостаточно оттестировали. Они просто не успевают. Всё, сроки поджали. И они выпускают игру именно в таком состоянии, в котором она есть. Игра выходит. Куча обзорщиков. Снимает на неё видео. Говорит, да вы посмотрите, да это же кал. Какой кризис. Это кал, это баги, это лаги, это пятое, десятое. Быстрого поиска нет. Это какая-то устаревшая игра. И, сука, они правы. То есть, если на тот момент ты не какой-нибудь парень, который до Warface ничего не видел. Там, может, кроме Counter-Strike, допустим. Да, ты играл в Call of Duty серии, в Battlefield. Ты приходишь в Warface. И, блин, ну, вроде классно по многим моментам. Но такие вообще прямо недочёты. Нету быстрого поиска. Проблемы с хождением через трупы. Это далеко не всё. То есть, игра настолько сырая была. Она настолько сыро выглядела. У неё столько было проблем. Которые они решали потом некоторых годами. Там, спам их сайт. Ну, в общем, вы поняли. То есть, игра вышла откровенно сырая. Очень сырая в 2013 году. Она не должна была выходить такой сырой. Никакие бета-тесты закрытые им не помогли. У них, видать, всё равно были сроки. Они просто не успели. И новое объяснение. Я этому просто найти не могу. Это был пример номер один. И есть пример номер два. Это просто для примера. На самом деле, игр недоработанных много выходит. Можем отдельно поговорить про Киберпанк. Хотя, тут и так понятно. Это как раз тот случай, когда инвесторы поджали. Игра вышла супер сырой. И её все обосрали. Хотя, сейчас она, говорят, очень даже хорошая. Если бы она вышла тогда такой, очень хорошей, доработанной. Прошло-то уже нормально, правильно, времени? Вот если бы тогда оставили это время, и игра бы вышла сейчас, а не когда вышел Киберпанк. Его бы хвалили. И называли новым Ведьмаком в фантастическом стиле. Даже не сомневаюсь. Но сейчас я хочу привести пример игру под названием Days Gone. Игра, которую я обожаю всем сердцем. Это обалденно, это неповторимая атмосфера. Ездишь на байке, ставишь хэдшоты зомбарям. Зомбари отлично проработаны. Красивая карта, красивые локации, техника, механики шутера. Да всё прекрасно. Основной сюжет, блин, он затянутый, но мне он понравился. Он классный, он обалденный. Так в чём же проблема? Почему многие поставили игре там 7-7,5 баллов? Даже 8 у неё часто не было. Во всяком случае, в зарубежных изданиях. Хотя многие игроки её очень полюбили и считают шедевром. Типа третьего Ведьмака. А я вам скажу почему. Потому что она тоже была недоделана. И даже один из работчиков, бывших, кто работал на Days Gone, сказал, что нас поджали инвесторы. Нам сказали, где наши бабки. И мы вынуждены были выпустить игру в таком виде. Недоделанной. Она недоделана. Потому что игру планировали куда масштабнее. В ней, как в том же Ведьмаке, планировали много дополнительных сюжетных линий. Случайных встреч. Дополнительных лорных каких-то, кроме вот этих аудиозаписей, моментов. Каких-то сцен. Ты куда-то пришёл, как в Ведьмаке. Увидел схватку кого-то с кем-то. Кого-то где-то прижимают. Это есть, но это реализовано в Days Gone, как какие-то песочные дополнительные квесты. За которые ты можешь получить какую-то плюшку. Это тупой песок однотипный. А задумывалось это именно часто, как полноценная история. Отдельная сюжетная ветка. Как в Ведьмаке. То есть, ты не должен что-то обязательно выполнять, но ты приходишь, там что-то происходит, ты вмешиваешься. Блин, и пошла целая цепочка событий. Интересных. Сюжетом. Со сложными разговорами. И в Days Gone это всё планировалось. Это хотели сделать. Days Gone должен был стать третьим Ведьмаком в мире постапокалипсиса. Зомби постапокалипсиса. Я не сомневаюсь, что это был бы шедевр. Игра и так в одном шаге от шедевра. Её портит просто банальная бедность, ненаполненность мира. Это всё по-настоящему плохое, что в ней есть. Всё. За пределами этого, я думаю, большинство, кто играл в эту игру, не будут спорить. Здесь и интересный основной сюжет. Здесь и отличные механики. Здесь интересная езда на байке. Здесь, блин, красота, простор. Едешь, любуешься, всё здорово, да обалденно. Смена дня и ночи. Снегопады. Отлично проработанные противники зомби. Здесь есть всё для того, чтобы игра была шедевром. Но, к сожалению, помимо основной линии, всё остальное, это преимущественно песок, за исключением каких-то орд. Это действительно интересные события, сражаться с ними. Большая часть всех второстепенных заданий, это тупо непроработанный, сделанный на скорую руку песок. А мир мёртв. А в него можно было много интересного, лорного, сюжетного, дополнительного добавить. Этого просто не успели сделать. Вот и всё. И это единственная причина, почему Дейсган сегодня не является шедевром, как Третий Ведьмак или Скайрим. Только что мы поговорили об инвесторах. Правильно? То есть, сроки, инвестиции. А что у нас второе ещё есть, что очень сильно портит игры? Правильно, друзья. Первое и второе очень сильно связаны. Второе, это боязнь неуспеха. Боязнь ошибиться. Сделаешь откровенный кал, ты сделаешь фигню, и тебе денег просто больше не дадут. Тебе не дадут денег, всё. Ты из большого геймдева, трипл-эй, вылетел. Твоя студия спеклась. Ты никто. И именно поэтому люди очень и очень сильно боятся рисковать. Сегодня всё делается под копирку. Находятся. С этим глупо спорить законодатели моды. Те, кто пошёл против системы. Например, разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds. Жанр королевских битв был до них. В основном это были, ну, плюс-минус ничего так игры. Но, блин, это не Counter-Strike, сука. Да это даже не Warface по популярности этих игр. Серьёзно, да. Warface был популярнее, чем все королевские битвы до PUBG. Именно так. Такие были игры, ну, как бы, ну, окей. Ну, нормально. Ну, типа, есть там. Но они такие больше на инди-проекте были похожи. И тут выходит PUBG. Кстати, тоже выглядит преимущественно как инди-проект. Видно, что там гигантских бюджетов на момент создания. Ну, просто не было. Анимации, кривоватые. Вот оно всё какое-то всратое. Прям чувствуется. Не кажется, что это супер популярная игра. Это что-то такое, сделанное почти на коленке. Пусть и на нормальном движке энтузиастами. Но они рискнули. Они не самый популярный жанр. Точнее, поджанр шутеров. Решили сделать хорошим. Они решили сделать игру в этом поджанре не самым популярным. Они, наверное, не рассчитывали на такой успех. Они думали, мы сделаем игру, немножко заработаем на ней. Может, потом будем двигаться дальше. Но, друзья, они настолько хорошо продумали многие моменты. Механики в этой игре. Идеи в неё заложили. И правильно их реализовали, что игра безумно выстрелила. И стала супер популярной во всём мире. И поверьте, если бы не эта небольшая молодая студия, вот эта небольшая команда, которая решила сделать эту игру, это бы, наверное, из крупных компаний в ближайшие несколько лет никто бы не сделал. Никто бы не рискнул. Понимаете? Никто. Никакая Activision Blizzard, никакой Electronic Arts, их Apex Legends, никакие студия DICE. Никто бы из этих ребят не осмелился сделать королевскую битву. Потому что Королевская битва, по мнению людей тогда, 2017 года, это, ну, типа, да, там есть какие-то игры, но их там несколько, и они кал. Ещё есть мод для армы. Кстати, делали разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds вот этот мод. Королевская битва, ну, как бы, ну, вроде ничего, но у народа популярностью не пользуется. Потом, ну, типа, нафиг надо, собственно говоря. Но разрабы PUBG так не считали. И именно поэтому у них всё и получилось. И они задали небольшая студия, без особых бабок, они задали моду новую в шутерах под жанр Королевские битвы. Если бы не они, никакие Activision, никакие электроники и Ubisoft никогда бы на это не пошли. Потому что это большой риск. Потому что если они делают игры, они делают богатые, дорогие игры. Они создают с нуля, там, новую Call of Duty, там, и так далее. То есть, десятки миллионов долларов. И что, вложить десятки миллионов долларов в королевскую битву? Не популярный жанр, который вроде как есть, ну, типа, окей, не более того. Нет, они на это тупо не пойдут. Теперь, я надеюсь, вы меня понимаете. Есть инвесторы. И второе, есть, то есть, деньги, сроки. И второе, это боязнь у современных разработчиков отойти от канонов. Есть проверенные временем схемы. Или какие-то новые направления хайповые. И все ломанулись туда. И самое интересное, что часто новое направление задает не супер крупный разработчик. Не самые гиганты точно. То есть, ребята придумали PUBG. Все ломанулись королевские битвы делать. После них, когда поняли, это работает. Есть Epic Games. У них есть Fortnite. Никому нахрен не нужный шутан, кооперативные, проповые. Они тоже ломанулись, но они решили, просто решили оставить стройку. И появилась куча мобилок, которая стала подражать им. Есть современные многие игры, где геймплей сильно упрощен. От стандартных канонов RPG отошли. Стали генерировать кучу планет, как в Старфилде. Большинство из которых просто пустует. Ничего себе не представляет. Тупой песок какой-то. А часть вообще пустая. И на фоне вот этих вот стандартов современных. Все делают. Как бы система проверена. Купят. Все нормально. Есть Baldur's Gate 3. Игру разрабатывают хрен знает сколько лет. Игру делают не так, как другие. Игра во многом как раз похожа на те старые игры. Игра, блин, делается реальным D&D интересным. И она выходит. И как бы многие говорили, что нет, ну как бы современный. А нет, современный игрок стал в это играть. Представляете себе? Он стал в это играть. Более того, эта игра умудрилась забрать большинство наград просто. На выставках всяких. И сравнения. Просто элементарно забирает награды. Все говорят, не, 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 ну это не то, у вас не получится. Ребят, да что вы делаете? Да нафиг надо. Вот все по шоблону делают. Новая колда похожа на старый. Чуть-чуть запах почувствовали, да? Вот этот аромат пошел. О, королевские битвы стали популярны. Отлично. Мы сделаем обычную Call of Duty. Стандартную. Но к ней еще прикрутим Warzone. Это та же колда, только там королевская битва. И сделаем ее отдельной. Все-таки на всякий случай на отдельной вкладочке. И плюс еще для тех, кто хочет только Warzone, бесплатной. Чтобы они не очень между собой конфликтовали эти игры. Понимаешь? Вроде как два, вроде как два в одном. И там отдельно-отдельно играешь. Все, все. Вот именно так действуют современные разработчики. Самые крупные студии, они не рискуют. Им это нафиг не надо. Вообще не надо. Epic Games своим Fortnite на момент, когда Fortnite хайпанул, они зарабатывали преимущественно на движке. То, что они к своей игре прикрутили вот королевскую битву. И состройка со всем этим запустили. Они были готовы опозориться. Им было насрать. У них уже была игра, которая была убита, сука. Никому не нужная, ПВЕ кооперативная, которая толком бабок, по-моему, не приносила и работала в убыток. Им было насрать, понимаете? Вот им нечего было терять. У них есть игра, какая-то заготовка убыточная. Они решили туда прикрутить королевскую битву. И пустить ее именно в таком виде безумном. Ориентированную на ПВЕ задачи. Вот состройка, со всеми этими элементами. А третьего лица. И, бля, это взлетело. Это просто взлетело. Вот и все, понимаете? Боятся. Боятся современные разработчики экспериментов. Они боятся экспериментов. Они боятся что-то усложнить. Где-то рискнуть. Они боятся, сука, даже пойти против повесточки, например, какой-нибудь. Если видят, что уже многих игроков это задолбало. Опять же, не только наших, но и там. И часто сюжет игры на 90% крутится вокруг этой самой повесточки. Самая мораль, которую нам уже лет 10, наверное, в каждом фильме и игре показывают. Мы уже все поняли. Мы вашу точку зрения понимаем. Мы знаем, говорят игроки всего мира. Дайте нам нормальный геймплей и непредсказуемый сюжет. Нам не нужно вот это. Вот вы делаете в связи своей повесточки все предсказуемое. Сюжет, отношения персонажей. Что-то из них случится что-то там с ним. Какая мораль будет высказана в конце. Нет, мы не этого хотим. Мы хотим поиграть тот самый Baldur's Gate. С интересными сюжетными поворотами. Книжными историями. Прямо такой эпичной встречей в конце. Понимаете? Вот мы хотим этого. Мы хотим реально интересного, нового, необычного и порой нестандартного. Но именно из-за того, что есть спонсоры, которые требуют порой, большие инвесторы, сроки. Плюс к этому определенные, скажем так, свойства игры, в том числе идеологические. И второе, то что есть отработанные схемы. И лучше от них не отходить, чтобы потом тебя помидорами не закидали. Именно из-за этого, из-за этих двух причин, я считаю, большая часть современной игровой индустрии и пребывает в таком состоянии. Шедевры выходят. Но, понимаете, шедевры это не как правило, а вопреки. И этих шедевров по количеству, по процентному соотношению от всех выпущенных игр, наверное, действительно меньше, чем раньше. Они выходят по-настоящему шедевры сейчас реже. Потому что одни шедевры, которые могли действительно стать шедеврами, они не станут шедеврами, потому что не хватило времени на их разработку. Переосмыслению, там, плюс два года добавки. И вот тогда мы вообще сделаем. А им говорят, хрен, денюжки где наши. Ну и вторая причина, естественно, потому что страшно сделать что-то не то. Страшно даже порой экспериментировать. Разработчики сели, они гениальные ребята, они творческие, они классные. Сели круглым столом, и король Артур, точнее, глава студии, говорит, ну, ребят, что мы будем, или глава проекта, говорит, что мы будем делать. И люди посылают гениальные ему, понимаете, гениальные, действительно, интересные решения. Рисковые, да, нестандартные. А давайте сделаем так, а вот так никто не делал. И он на это все смотрит, и, блин, он понимает умом, что это классно. Что ребята молодцы, вот эти, молодые креативные айтишники, они такие вещи предлагают. Они, они просто прям, они гении. Но он понимает, что это все риск, и это может не сработать. Он говорит, не, давайте так, прошлый Call of Duty у нас помните, как было? Вот делаем так же, но про другое. Вот раньше мы были в Афганистане, а сейчас мы в Рак полетим. Вот, и все то же самое. Пушки те же примерно, там, название чуть поменяли, герои. Короче, ребят, делайте как всегда. People have it, все хорошо. И все. Ну, при таких условиях, на такой почве, какие могут вырасти ростки? Какие цветы? Какие плоды? Чего вы ждете? Конечно же, кроме тех, кто уже совершенно отчаялся, никто ничего гениального не сделает. И проблема тех, кто может сделать гениальное в том, что они часто делают гениальное. Но просто у них нет денег, и поэтому эти проекты тупо не замечают. Что-то грустно все это, Ракутаген. Получается, шансов вернуть ту самую интересную игровую индустрию у нас уже нет. Шансы, капитан, очевидность есть. Все не так плохо. Во-первых, всегда находятся те, кто идет против системы. Они рискуют. Да, наверное, большинство из них прогорает. Но кто-то, как авторы Baldur's Gate 3, например, как авторы PUBG, как те, кто решил из Fortnite убыточной кооперативной игры сделать королевскую битву, при этом не менять ничего существенно, почти с теми же механиками ее пустил для людей в PvP. Благодаря таким людям крутые игры были, есть и будут. Они были, есть и будут. Будут всегда экспериментаторы. Да, их мало. Но кроме этого, есть одна надежда. И я думаю, что с каждым днем люди, обычные, рядовые игроки, такие, как мы с вами, на эту сферу будут все больше обращать внимания. И, наверное, некоторые уже догадались. Правильно, это инди-игры. Именно так. Те самые игры, которые изготавливаются небольшими студиями, а порой вообще одним человеком. Ну, или чаще всего там работают 2, 3, 4, 5 человек. И все. То есть, фактически, можно сказать, делают энтузиасты. А делаются часто где-то в гараже родного дома. Да, именно так. И что самое интересное, ведь именно так были организованы многие корпорации нынешние когда-то. Энтузиастами. Справедливо будет заметить, и многие скажут, что, ну, Инди это так, это на любителя. Да, на любителя, но я стал замечать, что многие стали обращать внимание именно на эти игры. О них все больше говорят в игровой прессе. Мой брат, Петр, заядлый игрок, как и я, с детства с этой индустрией, он мне сказал, ты знаешь, я в последнее время играю что-то сетевое, там, ну, папчик, например, там, дотку, такое. Но я стал все больше играть в Инди, мне нравится. Блин, как они классно делают, ребята. У них такие прям интересные решения. Он сам айтишник, связан с этим. И он поражается порой Инди играм и говорит, что это очень классно. И он мне говорит, что он все больше даже не обращает внимания и не пробует ААА-проекты, потому что, говорит, ну, я там знаю, что будет, ну, как бы, одни и те же механики, одни и те же сюжеты, такой похожая, сука, все одно и то же, как под копирку делают многие игры. А вот в Инди, да, в Инди разнообразие. Необычно, интересно, нестандартно. Он говорит, я тащусь. Но, опять же, конечно, каждый из вас Инди не пойдет смотреть. И графика не то, и то не так, и это не так. Но при этом, друзья, у меня для вас есть хорошая новость. И заключается она в том, что Инди игры последние, наверное, несколько месяцев стали активно развиваться. Да, это сейчас не видно. Вы это увидите через год, два или три. Увидите. И вы увидите, как Инди-проекты завоевывают себе место под солнцем. И многие начинают им подражать. Подражать им будут гигантские ААА студии, вот эти корпорации. И будут у них слизывать фактически контент. Объясняю, как это работает. Дело в том, что наступила эпоха искусственного интеллекта. Те самые нейросети, друзья. И сейчас уже многие Инди-разработчики пользуются активно этим инструментом. Они говорят, например, нейросети просят ее нарисовать какие-то текстуры. Может быть, какую-то карту в какой-то игре. Пока что там двухмерные какие-то объекты, пейзажи. И нейросеть это делает. И они применяют это в своей деятельности, в своей работе. И уже есть проекты, где нейросеть делала так половину всего, что есть в игре. То есть большую часть визуала и так далее. Вы понимаете? А еще нейросети вроде как могут пытаться код писать. Нейросети теоретически могут моделировать трехмерные объекты. Интересные, проработанные. Если раньше на это требовалось много времени, специалист, который будет сидеть в 3D Studio Max или еще где-то крутить, что-то делать, этот объект составлять и так далее и тому подобное. То нейросеть может это сделать гораздо быстрее. Пока что, наверное, хуже. И придется все-таки ручками подправлять. Но это пока что. Понимаете? Многие недооценивают искусственный интеллект и говорят, что ну это не то, это не так, человек делает лучшее. Но есть один момент. Мы переоцениваем себя и недооцениваем тот самый искусственный интеллект. Нейросети очень быстро учатся. Очень быстро развиваются. В этом, конечно, есть определенные риски. Мы можем это обсудить в отдельном видео. Но факт заключается в том, что сейчас некоторые нейросети уже могут нарисовать картину. Ну и если вы возьмете эту картину рядом, поставите картину похожую, по смыслу, по задумке, живого человека, многие просто не смогут отличить. То есть вы скажете, как вам эта картина, как вам эта. А потом можете спросить, какую из этих картин нарисовал искусственный интеллект, а какую человек, не факт, что они поймут. И даже если искусственный интеллект в ближайшие годы не произойдет, допустим, хороших художников, хороших кодеров и так далее, это порой-то и не требуется. Ведь важен пусть и каждый отдельно проработанный элемент, но часто важна картина в целом. Ведь гениальные какие-то произведения порой не лишены, пусть и очень сильных недостатков. Но самое главное, что дают нейросети. Первое, это они очень сильно экономят время. Любому человеку. Второе, позволяют сделать игру без определенных специалистов. Или без нужных навыков, или недостаточно развитых навыков. И третье, это существенно экономить деньги. Опять же, специалисты, время и так далее. То есть, вы экономите время. Вам не нужны дополнительные специалисты. Вы экономите деньги. Поэтому, если у вас грамотная команда из нескольких человек, и один из них умеет качественно пользоваться нейросетями, а уж если тем более все умеют, вы действительно можете сделать шедевр, который будет вполне годно. А в будущем, не забываем, нейросети, опять же, будут совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться, и, конечно же, обучаться. В будущем игры, инди, будут графически не сильно уступать, или почти не уступать, ААА проектам, сделанным за десятки миллионов долларов. Вот и получится, что люди, у которых нет инвесторов, им нечего терять, и они готовы рисковать, смогут делать очень качественные, обалденные, во всех отношениях, проекты. Будет все больше команд, инди-команд, инди-студий, которые, благодаря искусственному интеллекту, а я делаю ставку лично именно на него, смогут создавать игры, которые будут практически не уступать ААА проектам, по графике, спецэффектам, многим другим вопросам, озвучке и так далее. И они не просто смогут соперничать с ААА проектами, но многие из этих игр будут задавать моду в индустрии. И таким образом, эти новые игры нового поколения, они вберут в себя все самое лучшее от того, что у нас есть на сегодняшний день. От старых игр они возьмут этот безумный креативный драйв. Эти новые проекты, подобно старым играм, будут создаваться по принципу «я так чувствую», потому что терять нечего, потому что, как сказано в одном фильме, лишь потеряв все, ты можешь что-то приобрести. И порой гениальные шедевры в самых разных видах искусства создаются именно так. Но одновременно, подобно современным ААА проектам, благодаря нейросетям, можно будет этим безумным, гениальным идеям обеспечить крайне высокий технический уровень. И таким образом, эти безумные и порой гениальные игры будут доступны, визуально приятны для абсолютного большинства игроков. Такое у меня мнение. О своем можете написать в комментариях, а также написать в приложении по следующим выпускам рубрики «Глубокая аналитика». Надеюсь, она вам понравилась. Да, это водоводная, чистейшая, но это мои мысли относительно игровой индустрии и ее будущего. И я надеюсь, нашлись те, кому это действительно было интересно послушать. Субтитры создавал DimaTorzok